Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Рано утром 6 марта на ТЭЦ в городе Шаганаре произошел взрыв. В здании котельной начался пожар, образовалось сильное задымление. Взрыв произошел в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Котлы котельной не пострадали. Пожар был локализован на площади 50 квадратных метров. На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояния ближе к удовлетворительному. Всех пострадавших транспортируем в республиканские больницы, включая тех, кому определено амбулаторное лечение. Тяжело больных перевозим бортом санавиации, проинформировал глава ТУВ. После аварии на Шаганарской ТЭЦ в ТУВе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В городе приостановили централизованное теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, где проживают около 4000 человек. Общее число пострадавших в результате взрыва увеличилось до 23 человек. Кроме того, в связи со случившейся аварией во всех образовательных организациях Шаганара 6 марта были прекращены занятия. Причиной взрыва в здании котельной в Шаганаре в ТУВе стала детонация угольной пыли, рассказали в экстренных службах. По факту аварии с пострадавшими на ТЭЦ в Шаганаре возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в управлении Следственного комитета ТУВ. Авиации МЧС России доставили в ТУВу оборудование для восстановления теплоснабжения, тепловые пушки, обогреватели для социально значимых объектов, многоквартирных жилых домов и внутренних теплосетей. Также необходимая помощь населению оказывается по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. К утру появилась информация, что рабочие запустили один из котлов Шаганарской ТЭЦ. Готовятся к запуску еще два. В Канаде молния ударила в самолет с 550 пассажирами на борту. После удара самолет продолжил полет, никто из пассажиров не пострадал. Боинг 777-300 авиакомпания Air Canada вылетел из аэропорта Ванкувера и направлялся в Лондон. На случайно снятых кадрах видно, как заряд прошивает борт. Но самолет продолжил полет. В Японии на острове Едзима в префектуре Окинава во вторник наблюдался водяной смерч. Выглядел он внушительно и активно двигался к побережью, где вскоре произошел его выход на сушу. О последствиях его активности на суше информации нет, о пострадавших не сообщалось. Продолжается активность вулкана Папокатипетль в Мексике. Эти кадры были сняты из Истламакаса. Один из самых активных вулканов на планете продолжает выбрасывать столб пепла и дыма в небо, ставя под угрозу местные авиаперевозки. Высота Исполина – 5 426 метров, что делает его вторым по высоте в Мексике после пика Арисаба. Вулкан Лакумбре на острове Фернандино на Галапагосских островах непрерывно извергается с раннего утра воскресенья. На снимке со спутника Гоу-Систа-Ноуэй видно горячую точку и шлейф дыма, исходящий от архипелага. Вулкан Ибека на Курилах вновь выбросил пепел. Взрывные эксплозии подняли пепел вулкана на 2500 метров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 километров на юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код остается оранжевым, его активность опасна для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в северной части острова Парамушир в 7 километрах к северо-северо-западу от города Северокурильск. В понедельник вечером в ночном небе над Лафатенскими островами в Норвегии появилась светящаяся голубая спираль. Необычное явление возникло после того, как сброшенная вторая ступень ракеты Falcon 9 компанией SpaceX совершила сход с орбиты в районе Баренцева моря. После снегопада в Туркменистане привычные места кормления диких зверей в заповеднике оказались недоступны, поэтому было организовано дополнительное питание, которое помогает им быстро восстановиться после холодного времени года. Сотрудники заповедника переживают за судьбу животных и рассыпают траву и еду в местах, где они обитают. В Магадане В Туркменистане произошел крупный пожар. Тушили складское помещение на площади 1000 квадратных метров по адресу улица Пролетарская, 239. В тушении пожара были задействованы 45 специалистов и 11 единиц техники. По предварительной информации пострадавших нет. Впервые вирус птичьего гриппа выявили на материковой части Антарктиды. Его обнаружили у двух мертвых птиц-поморников недалеко от научно-исследовательской базы Примавера. Инфекция уже распространилась на все континенты, кроме Океании. Это открытие впервые демонстрирует, что вирус высокопатогенного птичьего гриппа достиг Антарктиды, несмотря на расстояние и естественные барьеры, отделяющие ее от других континентов, заявил Высший совет научных исследований Испании. По словам ученых, этот смертельный тип птичьего гриппа представляет собой потенциальный риск для огромных колоний пингвинов в Южном регионе, так как они гнездятся очень близко друг к другу, и проникновение вируса в колонии птиц может привести к быстрому распространению заболевания. Невероятное видео, на котором все замерзло на горе Чжуфэн в китайской провинции Шэньси. Сильный ветер и осадки создали сказочные и неповторимые пейзажи. Холодный ветер, как невидимый скульптор, медленно, но уверенно творил незабываемые шедевры. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить и оставаться в курсе последних событий.